Какова позиция малого и среднего бизнеса в отношении запрета продажи алкоголя в многоквартирных домах? В муниципальном центре культуры провели заседание Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при мэрии Магадана. По словам предпринимателей, если закон примут, он ударит не только по бизнесу, а также по городскому, областному и федеральному бюджетам. Надо не забывать, что именно в региональный бюджет и в местный бюджет у нас самая длинная доля как раз-таки идет это НДФЛ. Он у нас остается. Что касаемо общей системы налогообложения, НДС у нас уйдет в федеральный бюджет. Налог на прибыль, соответственно, в пропорции большая часть, конечно же, останется здесь по месту. Но самое ключевое это НДФЛ. Что будет в случае принятия этого закона? Да, часть магазинов отвалится, но при этом объем продажи алкогольной продукции не поменяется. По словам авторитетного источника, законопроект не борется с пьянством на Колыме. Те торговые точки, которые не будут попадать под действие закона, станут монополистами. Ведь цена на спиртосодержащую продукцию резко возрастет, уверяют эксперты. Также область ждут экономические потери. После закрытия точек многие лишатся работы. Тысяча людей, ну я думаю, что это по самым малым подсчетам. Еще есть определенный обслуживающий персонал, который не только в этих магазинах работает, а и бухгалтерия, и непосредственно собственники бизнеса, которым придется либо как-то переквалифицироваться, либо просто покинуть нашу область. Поэтому это будет, мне кажется, больше, чем тысяча человек пострадает в этом случае. Но помимо потери рабочих мест. То есть в любом случае, когда будет какая-то незанятая ниша, это пойдет все в тень. То есть магазины, которые даже если останутся торговать без алкогольной продукции, то это будет либо продажа из подполок. Также возрастет спрос на доставку спиртосодержащей продукции. Меньше алкоголь употреблять не станут, отмечают эксперты. Кроме того, в черте Магадана, в поселках Сокол, Уптар, почти все магазины находятся в многоквартирных домах. Там нет ни одной точки, которая находится вне магазина. Они будут ездить в Магадан, Уптар, Снежная долина. Кроме того, как утверждают эксперты, борьба с алкоголем таким образом не увенчается успехом. Примеры в стране есть, и их немало. Найти информацию можно в рейтинге трезвости. В 18-й год республика Сахас занимает 45-е место. В принципе, образцово показательно, учитывая, что Магадан у нас всегда в тройке лидеров болтался. В 19-й год ничего не меняется, запреты остаются, они там не ужесточаются, не уменьшаются. Республика Сахас скатывается на 51-е место. По мнению общественников, риски не оправданы. Магадан может потерпеть огромные убытки, как со стороны муниципалитета, так и со стороны бизнеса. Поэтому перед тем, как законопроект принять, нужно оценить все плюсы и минусы, утверждают специалисты.